Алё? Да. Здравствуйте, Алёна Ивановна? Кто спрашивает? Это звонок из компании ОМК «Каза Мэкспресс», специалист отдела изыскания «Железнованна» Анастасия Аликсиевна ведётся за этот разговор. Угу, я слушаю. Алёна Ивановна, правильно я поняла? Да. Анна, по поводу вашей просроченной задолженности, у вас сегодня 57 дней, по данному займу неоднократно давались обещания ложные, зафиксированные в базе, требование компании долг оплатить в течение двух дней, сегодня-завтра, если завтра, то до 18 часов по московскому времени. Алена Ивановна, а зачем вы так делаете? Вы нам звоните, обещаете оплату и не платите. Так сейчас уже не звоню уже. Ну вот весь сентябрь звонили. Ну все, больше не буду. Да, больше не буду. Я осознала. У вас есть намеренные? Нет. У вас договор переходит работу сторонней организации, корректорского агентства МБА Финанс. Не-не-не, вы меня уведомите заказным письмом с уведомлением о вручении, как того требует 230 федеральный закон. Скажите, пожалуйста, по анкетным данным у вас... Ничего не поменялось. Рабочий телефон актуален, правильно понимаю? Я же сказала вам, ничего не поменялось. Да, из-за предоставления некорректной информации у нас идет начисление 20% годовых на уроке. Вот так. Вот так. Алло? Ну, кто там? Здравствуйте. Информируем вас о необходимости для сдастки ответа оператора. Данный разговор имеет решающее значение. И снова балабольство. Да, я слушаю. Громче, вообще не слышно, чего вы говорите. Алёна Ивановна, я с вами... Со мной, вы кто? Со мной, вы кто? Компания Блафинансов. Стоя Лисукова, Людмила, Олега, у меня сейчас связано с разговоров. Алёна Ивановна, долговые обязательства, если вы с компанией не кредит, 81 день находишь на просрочке. Дума долговых обязательств, если вы сходите на просрочке. Какое время это будет плачево, Алёна Ивановна? Зачем мне это с вами обсуждать? Нет. А с кем вы будете это обсуждать? Да? Какой вопрос у вас? Я не понимаю, что вы говорите. Ну, значит, идите нахрен. Идите нахрен. Не пойдём. А это вы поняли, да? Угу. А вы громко-то сказали. Так я и до этого громко говорила. По такой причине вы не оплачиваете... Нахрена мне с тупой мразью это обсуждать? А, вон она. Да, дошло. Дошло, тупица. Я очень рада. Сейчас. Чите хорошие слова. Да. Здравствуйте. Компания ООО «Контакт». Минуту. Перевожу вас на оператора. Здравствуйте. Да-да. Алена Ивановна. Да. Меня зовут Артышин Дмитрий Евгеньевич. Сейчас поговорим в компании ООО «Контакт». Идёт сообщ разговор. Алена Ивановна, звоню к осаме вашего просрочного долга. Компания «Отличная наличная». Сумма 35 977 рублей. 50 копеек. 89 дней просрочки. Пожалуйста, в чём причина неоплаты? Вы почему интересуетесь? Мы представляем интересы компании «Отличная наличная». На основании чего? Мы с ними работаем. А вы с ними работаете? Вы работаете. Это вот ответ на вопрос «На основании чего», да? Да. Да? Угу. Да. Что это за детский сад «Берёзка»? Уведомление согласно 230-му федеральному закону статьи 9-й. Уведомление о чём? Что у вас задолженность? О привлечении единого лица для осуществления действий по возврату просроченной задолженности. Вы не знаете, что у нас такое уведомление? Вас передано в нашей компании. Вас обязаны уведомить. Ещё раз повторяю, для тех, кто на броневичке, 230-й федеральный закон, статья 9-я, пункт 1-й обязывает кредиторов в 30-дневный срок с момента привлечения на любое лицо для осуществления действий по просроченной задолженности Уведомить меня путём направления заказного письма с уведомлением о вручении лично мне под подпись в руки. Где оно? Я буду в компании в течение трёх дней долг отдать. Это дебил мальчик, вот скажи. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Да-да. Анастасия Алексеевна? Да. Суни, Анастасия Алексеевна, компания, добрый день, компания Выбанкир, отдел досудебного урегулирования. Меня зовут Козлова Светлана Владимировна. Рада. Будьте добры, назовите полностью. Будьте добры, назовите полностью вашу фамилию, имя и отчество. Я вас слушаю? Я говорю нет. А в чём причина? Вы хотите похитить мои персональные данные? Анастасия Алексеевна? Да. У вас есть нерешённые вопросы в нашей компании? У вас тоже со мной есть нерешённые вопросы. Дальше что? Как мне вас идентифицировать? У нас есть выгодное предложение для вас. А-а-а, заманиваете меня? Хитрицы какие. Всё равно не скажу вам свои собственные данные. Для этого необходимо пройти… Анастасия Алексеевна. Пишите письма мелким почерком на почту. Там мне надо проходить. Идентификатор. Что же информация третьим лицом? Всё понятно? Я вам предлагаю сейчас пройти идентификацию, чтобы решить данный вопрос. У меня нет к вам вопроса. Нерешённый. Это у вас нерешённый вопрос? У нас есть к вам нерешённый вопрос в нашей компании? Нет, у меня нет никаких нерешённых вопросов. Это у вас со мной нерешённые вопросы, а у меня нет. У нас есть для вас специальное предложение, выгодное для вас. Вы не готовы выслушать? Если я вот сейчас сказала неинтересно, как вы думаете, я готова или не готова? А с чем связано ваше решение? Уточните. Что? Ваш ответ. Какое ответ? Представьте, с чем связано. Ну, потому что мне неинтересно, с чем связано. Это видно же. То есть вы не готовы сейчас к диалогу решения вашего вопроса? Прямо что, периодически вот это вот. Давай пойми и переформулируй, называется эта техника в продажах. Пока. Хорошо, Настасья Алексеевна. Мы будем вам звонить. Звоните. Очень часто. Хочешь колокол. Да, ради бога. Два раза в неделю имеете право звонить. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Именно в ваших местах, которые не рады, будут не оплатить наличку и эффективность не оплатить. Алло. Ну, здравствуйте. В компании МВФ. Я специалист Антошкин Михаил Владимирович. Идется запись. Алена Ивановна, это вы? Да. Очень хорошо. Я хочу с вами обсудить вашу задолженность перед тем, как аджетмани микрофинансов. Захотите. Это очень важно. Алена Ивановна, вы слушайте сначала. Вы слушайте. 13 мая этого года. Вы оформили займ на 18 500 рублей в ВИВУЗ. Помните, это ваш кредитор. И мы ему задолжали деньги. Уже на 70 дней. Такой счастье в вашу долгу вставляет 33 700 рублей. Эти деньги вы должны вернуть в кредитор для завершения обязательства по договору. Скажите ему, до конца, 21 октября, от вас оплата поступает? Я все еще не захотела. Не знаю, с вами обсуждается. Алена Ивановна, скажите мне, с чего вы добьетесь подобным отношением? Скажите. С каким отношением. Что вы сказали? С каким отношением? С этим безразличным, легкомысленным. Скажите, вы не понимаете, что вы говорите, да? Почему же? У вас трудность, что приехали на фанаты? Я даже понимаю, что я говорю. Это эгоизм называется, эгоцентризм. Вы думаете только о себе. Вы считаете, что вы могли просто взять эти деньги от того, что вам предложили. Он мне уже оценки дал. Я посчитаю, что ваш кредитер является завершенной организацией, да? Потому что я не собираюсь обсуждать. Юноша. Алена Ивановна, все в порядке. С кем там еще говорите? Не нужно мне рассказывать вашу выдуманную историю. Тут момент, когда кредитор привлек компанию. Слушай, не слышите, что я говорю? Вы с кем там говорите? Про кем там говорите, женщина? Он должен был набрать уведомлений. Вы слышите? Вы слышите? Женщина? Вам никто ничего не должен. Вы сами себя убедили в вашей невинности. И теперь вы поднялись с подплатой. Если вы не подождите долг и продолжите этим сниматься, то он будет увеличиваться. Все в самом деле в этом требуют напоминать. Ваши вадованные истории вам не помогут. Все происходит на самом деле. Вы слышите? Вы не в себя. Все пройдет. А вот вы с которыми сотрудника, эти были за инсинуации, получите административный штраф. Вы слышите, что я говорю? Штраф за инсинуации. Вы с кем там говорите? А что у вас с голосом? Холодный, дело в том, используйте для беседы. Мне тяжело вас воспринимать. Ты упорол. Слышите? Какой штраф за инсинуацию? Вам нужна помощь. Я призываю. Даже трех причин. Полная отсутствие конструктива. Это просто. Хватит поехать голос. Господи. Где у вас? Ёлки-палки. Страв за инсинуацию. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Алло. Да. Добрый день. Меня зовут Зинатоева Елизавета Дмитриевна, ведущая специалист АО «Альфа-Банк». Александра Вячеславовна, это вы? Да. Я звоню вам касаемо вашей задолженности перед Альфа-Банком. Сумма долга составляет 259 343 рубля. Оплата произвести необходимо в полном объеме до 20 октября. Но сейчас мы готовы уступить вам 70% от общей суммы долга. То есть вы можете оплатить 78 000 и ваша задолженность будет погашена полностью. Продолжение банка вам интересно? Нет. Почему нет? Ну, неинтересно и все. Мы предлагаем вам сэкономить значительную часть от общей суммы задолженности. Почему вы отказываетесь? Ну, потому что не хочу платить. Вам в любом случае придется оплачивать этот долг. Либо вы оплатите всю сумму, либо вы оплатите всю часть подписки, которую мы вам предлагаем. Кто сказал, что в любом случае? А куда по-вашему должен делся ваш долг, если вы его не оплатите? Да, никуда. Пусть долг этот продолжает существовать в вашей компании, в ваших там базах. Мне это жить совершенно не мешает. Но вы же понимаете, что он существовать может не только в нашей компании. А вы же понимаете, что существовать он может прекрасно только в вашей компании. Например, даже если вы обратитесь в суд и судебным приставом не получится разыскать мои счета или имущество, ну а сумма там не такая, из-за которой пристав заморачивался по имуществу, то буквально в течение полугода вы, я думаю, получите акт о невозможности взыскания. На этом мы поконим. Ну, в самом деле, все равно. Во-первых, у банка уже удовлетворенный иск на руках, то есть суд мы уже обращались. Во-вторых, в случае, когда судебные приставы возвращают нам... В случае, когда судебные приставы возвращают нам... В случае, когда судебные приставы, мы просто передаем им их назад через полугода. Не обманывайте, пожалуйста, никто так не делает уже давным-давно, тем более из вашей компании. Вы думаете, я не отслеживала судебную практику и не знаю, как все происходит? Вот ложь, пугалки, ложь, пугалки, все на что вы способны. Я вам говорю о том, как это происходит. Все на что способны. Проявите, пожалуйста, инициативу и докажите мне, что я заблуждаюсь, когда упиваюсь собственной безнаказанности. Я жду этого с нетерпением. И хватит пустых разговоров. Александра Вячеславовна, я не буду вас в чем-либо убеждать и что-либо вам доказать. Вы не в состоянии меня в чем-либо убедить, потому что вербальное убеждение на меня не действует. Меня необходимо убедить поступками, а вы никаких поступков не осуществляете. Вы оператор колл-центра, ваша задача разговаривать. И когда я говорю «вы», я имею в виду вашу компанию в целом, а не вас персонально, потому что вы персонально, как личность, не существуете в данном диалоге. Вы в данный момент обезличены, вы сотрудник компании. Ну, глупости, зачем говорить же? Делы-паллы. Позвучка вруч. Как всегда. Минутка пренебрежения. Нет, я только начала. В таком случае, раз вы решили пренебрежительно ко мне относиться, то я тогда, пожалуй, отвечу вам взаимностью. Наверное, вы, пожалуй, идите нахрен со своими предложениями. Я не сейчас взяла пренебрежение. Я вам все сказала, можете быть свободно. Александра Вячеславовна, ну, в таком случае, мне интересно. Я вот с того момента, когда вы решили проявить, там, я не знаю, признаки своего оскорбленного эго путем там выказывания пренебрежения к моей персоне, я в этот момент решила, решила пренебрегать вами как переговорщикам. Вас я больше как переговорщика не воспринимаю. Ни единого, ни единого слова я вам сказать не дам. Все, свободно. Пока-пока. Пока-пока. Трубочку вешаем и до свидания. Счастливо пути нахрен. Я повешу трубку тогда. И повесьтесь рядом. Все, давай, пока-пока. Зачем вы со мной прощаетесь? Так ты же сказала, дура, что ты повесишь трубку, ёлки-палки, сейчас. Ну, вешай. Я надеялась, что вы завершите свой монолог, и мы продолжим. Нет, ты зря на это надеешься. Мне больше не о чем с тобой разговаривать. Ты неадекватная. Все, вали нахрен. Давай. Александра Вячеславовна. Ну, вот что с башкой? Если тебе говорит человек, что тебя не воспринимает как переговорщика, если тебе говорят, иди нахрен, зачем вот это вот? Ну, вешай, Вячеславовна. Ну, давайте поговорим. Завершай разговор и свою жизнь следом. Все, пошла ты нахрен. Тупая мразь. Субтитры сделал DimaTorzok